Доброе утро, а мы уже готовы вместе с вами вступить в бой с сонливостью и за бой за хорошее настроение. Главное, чтобы этот бой был ненапрягающий, теплый, легкий и действительно, как Дима говорит, не мешал, а даже помогал просыпаться. Это программа «Утром нового дня» и с вами Дмитрий Попов. И Александр Акарнович. Мы уже заряжены бодростью, хорошим настроением и готовы разделить эти чувства вместе с вами. Ну и будем надеяться, что это 15 октября, вторник, будет все-таки легким, ненапряженным, пусть продуктивным, рабочим, но все-таки приятным, таким искренним и теплым. Потому что все-таки сейчас еще теплая погода и на Крым опять опустилось, так сказать, второе бабье лето. Ну, знаешь, можем еще сказать спасибо большое, Фавила, сидим мы в комфортных креслах, нам действительно классно, здорово и особенно тепло, потому что с нами именно вы. Потому что что самое главное в стране? Это уют. Уют в своей постели, уют за своим столом или даже в своей студии. И главное, чтобы утро было комфортным, тогда и просыпаться легче и воспринимать информацию. Абсолютно точно. А мы уже готовы предложить для вас анонс тех как раз-таки интересных новостей, которые мы для вас приготовили. Но это будет не все, но немножечко приоткроем ЗНС. Хлеб всему голова. Какую выпечку есть, чтобы не поправляться, знает Татьяна Балыкина. Трогательный танец пара артистов из Симферополя покорил жюри Всемирного паромузыкального фестиваля, с чем столкнулись танцоры на пути к победе. Татьяна Трибратова. Одна из первых, кто заняла место водителя такси в Крыму. Как сегодня автоледи разрушает все стереотипы о неженской профессии. 175 лет назад родился тот, чья философия не была признана при жизни. Как Фридрих Ницше повлиял на мировоззрение целого поколения. Детский шоу-конкурс «Таланты» набирает обороты. Скоро вы узнаете, кто же прошел отбор в телевизионный кастинг. Об этом и не только в программе «Утро нового дня». Ох, а какой будет день! Самое главное просто быть к нему готовым, потому что он может подарить массу сюрпризов. А готовы будете именно тогда, когда ваша обойма информативных знаний просто заполнена, и вы готовы разбрасываться фактами и быть всегда в центре внимания своей компании, потому что вы много знаете. Но, собственно, как и дело Дмитрий Попов, вот сейчас ненавязчиво таким образом. Он мне сказал, что стоит все-таки перейти и к новостной повестке. Ну а что? Вчера Крым вместе с еще 20 регионами России перешел на цифровое вещание. Аналоговое отключили накануне в передающем в центре российской телевещательной сети. Это финальный этап цифровизации телевизионного эфира по всей стране. Марина Осокина о том, что изменилось для крымчан. Крым переходит на цифру. Рубильник, который обеспечивал питание аналогового оборудования, выключен переход на цифру за пару секунд. Этот большой зал для аналогового вещания, где стоят 17 уже устаревших передатчиков для каждого из 17 каналов, как это было раньше, заменили вот эти три небольших цифровых по одному на каждый мультиплекс. Теперь уже 27 каналов. Все оборудование российского производства для долгой и бесперебойной работы. На этом все не заканчивается. Впереди новый этап, ведь нужно избавиться от старого оборудования. Теперь его будут демонтировать и дальше утилизировать. Вместе с полуостровом на цифру перешли еще 20 регионов, но Крым – единственный, в котором работает три мультиплекса. Телезрители, которые подключили цифру, смотрят 20 обязательных каналов в двух пакетах, плюс 7 региональных телеканалов и 3 радиостанции. В их числе первый Крымский, Крым-24, Радио Море, Радио Точка и Радио Крым. Но даже те зрители, которые не успели подключить цифру, не увидят черного экрана. На частотах, где работала аналоговая ТВ, идут информационные ролики с подробной инструкцией, что нужно сделать для перехода. И номер горячей линии, если вопросы еще остались. Информационный 13-минутный ролик, который будет круглосуточно идти на этих каналах, что люди смотрят именно в аналоге. Им нужно перейти на цифровое телевидение. Здесь мы можем видеть, что наши региональные каналы, телеканал Миле, допустим, Крым, первый Крымский, еще вещают в аналоге, и они продолжать будут до конца текущего года. Телевизор с 2012 года выпуска легко перенастроить на цифру. Они ловят ее автоматически. Тем, у кого более старые голубые экраны, нужны специальные приставки. По радио сказали о том, что будет цифровое телевидение, притом бесплатно. И никакой оплаты нет. И, конечно, я обрадовалась. Сказали, будут охладить лантеры, и будут они подключать все сделано. Вы только купите приставку и купите антенну. И в Патарике Людмиле Прытовой цифровое ТВ настроили волонтеры. Телевизор для нее – лучшая компания тихими вечерами. А самой было не справиться. Обратиться за такой помощью может любой крымчанин, например, по горячей линии. Кроме того, малоимущим жителям положены компенсации на покупку приставок до полутора тысяч рублей. Подготовка к этому историческому событию шла все пять лет после воссоединения с Россией. Информационная компания – один из главных этапов. Листовки в почтовые ящики персонально каждому жителю. Цифровой забег с участием предприятий, в том числе нашей телерадиокомпании. Наконец, цифровая бабочка в небе. Спортсмены-паршютисты и журналисты федеральных каналов вместе прыгнули в цифровое будущее. К переходу Крым был готов еще в январе этого года. Все в штатном режиме, но возникали и сложности. Это строительство в горных районах. Это связано было и с линиями электропередач, и доступом. Есть объекты, которые строились вблизи или практически даже на территории, особо охраняемых природных территориях. Это четвертый итоговый этап перехода на четкую и насыщенную телекартинку для всей страны. Мы построили по всей России и в Крыму 5040 новых объектов, которые дают людям цифровое телевидение. Конкретно в Крыму это 38 новых объектов вещания. Еще шесть в Севастополе. Сегодня там тоже отключили аналог. Но около 200 городов и сел полуострова не попали в зону охвата цифровым сигналом из-за сложного рельефа. Их жители также могут обратиться за компенсацией на покупку спутникового оборудования. Впрочем, к 2021 году цифра долетит. И до них Марина Осокина, Иван Евдокимов. Новости 24. Ну и еще один немаловажный вопрос. Это именно сотовая связь. А в Крыму-то столкнулись с проблемами доступа к мобильному интернету. Ограничения коснулись владельцев Семкарты из разных регионов страны. И к кому обращаться абонентам, с чем связаны неполадки. Вопрос открытый. В этом разбиралась Лиля Виджат. Новость о низкой скорости мобильного интернета облетела Крым за считанные дни. Это отразилось в сотнях комментариев в социальных сетях. Вопрос один. Почему не удается быстро загрузить страницы и файлы в браузере? Скорость мобильного интернета в Крыму, предоставляемая компанией МТС, стала такой низкой, что сделала невозможной даже просмотр социальных сетей, не говоря уже о других онлайн-сервисах. Операторы компании МТС отказывают в решении этих проблем, ссылаясь на роуминг партнеров. Но ограничение скоростей коснулось только тех, кто купил карты не в Крыму. Многие абоненты используют несколько карт одновременно. Обычно материковые в большинстве служат для интернета. У меня краснодарская сим-карта и неделю назад у меня упала скорость мобильного интернета. У пользователей местных сим-карт такой проблемы не обнаружилось. Но так как у местных операторов очень дорогой интернет и нет никаких альтернатив, я пользуюсь сим-картой МТС из материка. Абоненты объясняют, между крымскими и материковыми картами разница колоссальная. Говорят, московский пакет выдает скорость в десятки раз больше, чем местный. Но мы убедились в обратном. Проводим свой эксперимент. В моих руках два телефона. Этот телефон с местной карточкой. Пробуем зайти в интернет. Вот Крым24, YouTube. Грузит обычно, стандартно. Этот телефон с челябинской карточкой. Пробуем зайти сюда. Сразу выдает. Не удалось подключиться из-за слабого сигнала. Наши результаты подтвердили. На мобильных устройствах приезжих скорость меньше, чем на сим-картах крымчан. Служба поддержки материкового оператора заявляет, лимитов на интернет не вводили. Насчет передачи данных. Тут все зависит именно от наших партнеров, от чьей базовой станции мы непосредственно используем. Это Винмобайл и Волнамобайл. Соответственно, именно скорость передачи данных зависит от них. Техслужба местного оператора также утверждает, что все в порядке. С нашей стороны никаких ограничений нет. Наши абоненты пользуются интернетом в штатном режиме. По одной из версий туристов, проблемы с мобильным интернетом возникают из-за смены оператора. Сейчас мы видим уменьшение мобильного трафика только тех граждан Российской Федерации, тех абонентов, именно только одной компании МТС. Ни Теледва, ни Била, ни Мегафон, которые не высказывают своих каких-то претензий. Говорить сейчас то, что ограничили непосредственно наши крымские операторы, либо ограничили МТС, пока еще рано. Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым держит ситуацию на контроле и обещает разобраться. Лили Веджат, Анатолий Агеев, Новости 24. Радость, победы и слезы поражения. Все это предстоит пережить маленьким артистам из Крыма в новом телевизионном проекте «Таланты». До начала шоу жюри проводят отбор. На первый тур пришли более 300 детей, а на кастинг в Ялту уже 76. На сцене театра имени Чехова смелость соперничала с артистичностью, а удачей иногда побежала профессионализм. Таковы законы конкурса. Юрий Авдеев заглянул за кулисы, решил вступить в соревнования с юными участниками и сорвал аплодисменты за свой личный номер. Лиза Пономаренко в своей победе уверена. Необычный танец робота произвел впечатление на искушенное жюри. Впрочем, на кастинге нет случайных талантов. Здесь все звезды. Моя мама танцевала джаз-фанк, мой папа занимался брейк-дансом, тетя баппингом, хип-хопом, вайкингом, а мой дядя танцевал зуб. Диана Зубкова выступает в другом жанре. Для тех, кто хочет покорить цирковую арену, талант – лишь часть успеха. Здесь за эффектным номером стоит колоссальная работа и фанатичная, совсем не детская преданность делу. Сейчас у меня, допустим, растяжение ноги. Мне много, когда я работаю, мне иногда сводит что-то, вылетают диски. Это, конечно, больно, но на концерте нельзя показывать свою слабость. Я на концерте стараюсь работать до конца через боль. Для детей особенно важно чувство локтя. И на первых шагах к успеху всегда рядом семья. Рядом с юной цирковой артисткой – ее бабушка. Не только бабушка, еще и тренер. Ну, желаю ей достичь самых таких высоких высот в цирке, до Монте-Карло дойти. Ну, и всего хорошего. Здоровья, конечно. В техническом обеспечении детского талант-шоу задействована большая часть огромного коллектива телерадиокомпании «Крым». Мобилизованы все, кто способен держать в руках камеру, микрофон, блокнот и ручку. Таких масштабных проектов региональное телевидение «Полуострова» еще никогда не видела. Пусть не обманывает обилие камер на сцене и в зале. Главный технологический узел находится здесь, в этой машине. Это передвижная телевизионная станция. Ребята, как настроение? Все супер, отлично. Работаем над детским проектом. Все классно, здорово. Вот у нас полным ходом идут съемки, так сказать. Проект сложный, но очень интересный. У нас тут талантливые дети. Все волнуются, мы волнуемся не меньше. Все переживаем. Вот идет такая плотная работа. Драйвер, обеспечивающий взаимодействие технической части и творческого коллектива, продюсерская группа. Это команда полулюдей, полубогов, полуроботов. Существа с остальными нервами и абсолютным пониманием задачи. Задача продюсеров этого проекта – организовать продукт и проект настолько качественно, чтобы все были довольны. Вот начиная от нашей технической группы, чтобы люди были вовремя на месте, чтобы все происходило четко, аккуратно, вовремя. Чтобы дети, которые приезжают и участвуют в этом проекте, чувствовали себя комфортно и как дома. Потому что мы хотим показать их лучшее качество в этом талант-шоу и чтобы они двигались дальше. Итак, кастинг выявит лучших, но к финишу придут только трое. Те, кто сумеет доказать свое превосходство в трех номинациях – вокал, хореография и оригинальный жанр. Интрига раскроется в конце октября в эфире телеканала «Первый Крымский». В каждом человеке есть скрытые таланты. И задача проекта «Талант. Ты» – явить эти способности миру. И в этом вопросе, конечно, старшее поколение должно быть примером для нашей молодежи. Вот вам самый оригинальный номер детской программы. Называется «Дед-трюкач». Юрий Авдеев, Андрей Заричный, Новости 24, Ялта. Ну и еще одна хорошая новость. Города Крыма вошли в топ-10 популярных курортов ноября. Ну и в первую очередь в пятерку. В первую попали Санкт-Петербург, Севастополь и Москва. Но это о федеральных городах я сейчас говорю. Россияне вообще проведут осенние выходные в Феодосии, Алуште, Саках, Алубке. Между прочим, я бы лично отправился в Алушт, там действительно очень здорово. Мало того, как отмечают профиль на министерстве, люди выбирают именно Крым в это время, потому что цены дешевле на 20%, и действительно турпоток сильно не сокращается. На процентов 30 сокращается, конечно. Мне кажется, в первую очередь важно то, что, по крайней мере, можно купить по более дешевой цене авиабилеты. И самое здоровое, что мне лично нравится. На более низкой цене, да. Людей не так много. Это очень здорово и спокойно, тихо. Вот не так многолюдно, допустим, как в августе. И не знаю, почему все-таки выбирают не такой город, как Судак. Мне кажется, он в это время года просто завораживает своими живописными видами. Мне кажется, потому что ты там отдыхал, а не так дома. Да, в прошлом году, наверное. Ну и тем не менее, нас уже ждут коллеги с радио. Мы не будем заставлять их долго нас ждать. Доброе утро, ребят. Ради приятного процесса. Активно они разговаривают, но мы их перебьем. На связи, да. Вы нас уже перебили. Доброе утро. Нас на связи, наши коллеги, с утра нового дня. Ну мы видим, что у вас уже есть гости, а у нас пока нет. И кто ваши гости? А мы вам не отдадим наших гостей. Расскажите, в какую тему погрузились? Мы действительно погрузились. Говорим про Салгир, про нашу великую реку, про набережную, которую реконструируют. Сейчас перед включением обсуждали, почему в концепции есть велодорожка, а пока в натуре, как говорят, вынесена она местность, ее нет. И будет ли она, и появится ли она когда-нибудь, велодорожка возле Симферопольской великой реки, которую в свое время форсировал Суворов? Ну если появится, я обещаю, что пересяду на велосипед. Я поддержу, конечно же, тоже эту затею. У нас тоже много интересных тем. Конечно, мы обсуждаем сегодня и шоу «Таланты», и также поговорим о социальных темах. Как есть хлеб и не толстеть. Вот это самое главное. Я видел стендап Юрия Авдеева такой, я немножко был шокирован. Кульбит очередной, наверное, от Юрия Авдеева. С кульбитами, я думаю, я сегодня с Юрой еще сегодня переговорю по этому поводу. А так, коллеги, ну, удачного эфира. И вам доброго утра, ребят. Пока-пока. Да, кульбиты Юрия Авдеева – это тема знатная и особенная. Тем более, что самое главное, что тем не менее он срывает овации, как бы он это ни делал. Знаешь, мне кажется, это действительно хорошее качество, когда человек может так вот, не скажу, что ненавязчиво, но смело в таком, как бы, не юном возрасте так проявлять, привлекать в себе внимание. А может все потому, что он всегда готов к неожиданностям и в первую очередь к неожиданностям, которые преподносит нам погода. А вот какая она будет сегодня на полуострове, мы узнаем прямо сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну и хочется напомнить, что где бы вы ни были, всегда стоит быть осторожными, потому что неожиданные такие, скажем, подарки судьбы, природы и даже обвалы могут застать вас в самых разных ситуациях. Ну, например, пару дней назад часть высокого крутого склона над Мертвая бухта рядом с мысом Хамелеон обрушилась в море. И по счастливой только случайности никто не пострадал, но тем не менее, процесс разрушения мыса вызван водной, ветровой эрозией, зимними морозами и береговой... Ну, тоже, это все погода, летная, нелетная. И появляется, Саша, не только вдоль Хамелеона, но и других участков у берега, например, Клифтиха и Мертвая бухта. Также можно заметить трещины, которые со временем могут дать начало мощным обвалам. Ну, и, собственно, как вы можете видеть по видео, да, то есть как раз-таки этот береговой участок и, тем не менее, нередкость увидеть на тропах вдоль этих трещин азартных мотоциклистов и квадроциклы. Вот именно для них хочется сделать особенную такую пометочку, что все-таки посмотрите, что происходит. И когда вы решаетесь на свои экстремальные увлечения, это, конечно, здорово, потому что выбросы длиналина и, в принципе, довольствия от жизни. Плюсы при том, что в таких живописных пейзажах, но стоит всегда помнить о безопасности, даже, тем более, дайверы, даже когда они погружаются, пусть даже на метр в глубину, либо на два, они всегда так досконально проверяют всю технику и все технические моменты, чтобы все было просчитано в случае и если все пойдет хорошо, и тем более в случае, если все пойдет плохо. В последнее время я заметил, что оползни стали для Крыма классикой жанра. Мы замечаем, как они сходят, и наши корреспонденты не так давно снимали материалы о том, как даже проезжая часть деформируется, и машинам приходится сбрасывать скорость, потому что появляются в ненужных местах лежащие полицейские. А ты знал, что еще машины сбрасывают скорость, когда водители в автомобилях, когда они хотят сэкономить? Ведь известно, что чем медленнее едешь, тем меньше бензина расходуется в автомобиле. Наверное, самое время. Самое время, девочка. Итак, мы переходим к ценам на бензин и подробнее расскажем вам про курс валют. Итак, мы готовы уже. Итак, топливо у нас стоит. Газ 23 рубля 27 копеек. Дизельное топливо 50 рублей 99 копеек. 92-й 44,77 копеек. 95-й 48 и 77. И самый дорогой 98-й 55 рублей 79 копеек. Так, а теперь самое время поинтересоваться, сколько уже у нас стоит доллар и евро. Доллар у нас стоит 64 рубля 36 копеек. Видимо, он поднялся в цене, как и евро, который сейчас стоит 70 рублей 96 копеек. Недалеко и до 71. Ну, ты знаешь, Дим, я, конечно, редко интересуюсь такими моментами, сколько стоит доллар или евро, потому что пользуюсь в основном рублями. Ну, может быть, это и хорошо, я могу назвать себя патриотом. Ну, или, конечно, если мы бы чаще путешествовали куда-то, было бы для нас куда важнее так. Хотя, знаешь, я заметил, что в последнее время люди стремятся держать свои сбережения в разных валютах. Ну, в последнее время даже знакомых встречаю, они все больше вкладывают в акции. Ну, зато, если ты уже заговорил о путешествиях, я хочу рассказать, где путешествует сегодня Ира Борилюк. Ну, как где? В центре Симферополя. И она уже на прямой связи со студией. Ирочка, доброе утро. Мы рады тебя приветствовать и спасибо, что проснулась так рано. Доброе утро, коллеги, доброе утро, телезрители, всем тем, кто встречает этот день вместе с нами. Я нахожусь в самом центре нашей крымской столицы и хочу рассказать вам о том, какая же сейчас погода. Несмотря на то, что я одета довольно-таки легко, а хочу отметить, что прохладный ветер, но синоптики передают, что в течение дня температура воздуха будет достаточно комфортной, теплой и даже местами жаркой. Таким образом, сейчас 12 градусов днем, температура воздуха прогреется до 22, поэтому будет очень хорошо и тепло, а ближе к вечеру снизится до 12-11 градусов тепла. Поэтому, в принципе, можно не бояться смело одеваться полегче, если вы не собираетесь прямо сейчас выходить на улицу, по делам, на работу. И, конечно же, я хочу сказать вам о том, что синоптики ведут учет статистических данных о том, каким этот день был за последние 130 лет. Таким образом, самый жаркий в 1993 году имя 27 градусов тепла, а самый холодный в 1946-м 1 градус. Я напомню, сейчас 12 градусов тепла, и мы находимся где-то посередине, и это, в принципе, радует. А также напоминаю, что на календаре 15 октября, вторник и сегодня считается День памяти Святого Киприана. Таким образом, наши предки верили в то, что погода в этот день может указать дальнейшую ситуацию. Таким образом, если в течение дня очень жарко и тепло, то, к сожалению, это не говорит об обемлете, а наоборот указывает на совсем скорый приход зимы. А я надеюсь, что нас все-таки, наш Крымский полуостров, в частности Симферополь, еще порадует погода солнечными лучами и хорошей, комфортной погодой. А на этой ноте у меня все, и я передаю слово коллегам. Уверена, что им есть что вам сказать. Спасибо, Ирочка. Ну, а пока Ира побежала за чашкой горячего кофе, я предлагаю вам посмотреть нашу следующую рубрику, которая называется «Хронограф». Ровно 175 лет назад родился великий немецкий мыслитель Фридрих Ницше. Философией увлекся еще в школе, но в университете выбрал направление теологии и филологии. Уже во время обучения Ницше отказался от веры в Бога и стал воинствующим атеистом. Считается, что на философию Ницше большое влияние оказали два события в его жизни. Первое – знакомство с композитором Вагнером. Второе связано с книгой Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление». По словам самого Ницше, она перевернула его представление о мире. Выйдя в 35 лет на пенсию по состоянию здоровья, немецкий мыслитель начинает вплотную заниматься философией. В своей центральной работе, так говорил Заратустра, Ницше формулирует идею о сверхчеловеке. Это идеальный человек, чьи воля, желания и поступки не подчиняются никаким ограничениям. Хотя Ницше и добился известности еще при жизни, его философские идеи получили мировую популярность только спустя годы после смерти мыслителя. Идеи из его учения по сей день вызывают много споров и критики. Итак, у нас есть замечательные новости как раз таки для наших аграриев, тех людей, которые занимаются землевладелием, выращиванием зерен и так далее. Смотрите, господдержка Крыма за 5 лет превысила 12 миллиардов рублей. Только представьте, вот допустим, самая крутая у нас больница, которая сейчас строится, она стоит 3 миллиарда, да? Так. А это, считай, как 5 самых крутых в Крыму больниц, самых масштабных, оснащенных супертехникой. Вот столько денег повложили как раз таки в эту отрасль. Ну вот именно поэтому мы стали есть с Димой больше хлеба, мне кажется. Главное, чтобы это не сказывалось. Но о том, как есть хлеб и не набирать при этом лишний вес, расскажет Татьяна Балыкина. Яичница, омлет, овсяная каша и, конечно, бутерброды. По статистике, это самые популярные виды утреннего перекуса. Галина Панина – фитнес-тренер. Голодная с дома не уходит никогда. Завтракает плотно и всегда с хлебом. Привычка осталась с детства. Мама готовила кашу, намазывала хлеб маслом. Теплые воспоминания, естественно, с детства. Вот до сих пор повторяю это ежедневно. Недаром говорят, что хлеб – всему голова. В нем содержатся практически все необходимые для организма питательные вещества. Классический батон – бородинский, карельский, сырный или все-таки отрубной. От изобилия сортов и видов хлеба на прилавках магазинов даже глаза разбегаются. Так в чем же разница? Чем один лучше другого? Может и правда существует такой хлеб, который можно есть и не думать о лишних калориях? Истинные ценители выпечки предпочитают авторский хлеб, сделанный вручную. Он не намного дороже магазинного. Зато его можно купить еще теплым. Здравствуйте. Здравствуйте. А можно ваш первый чесночный? Конечно. Владимир Бабанов в профессии уже 15 лет. Когда-то еще маленьким мальчиком помогал на кухне маме и бабушке. Теперь создает авторскую выпечку. Среди его фаворитов французский багет и хлеб фитнес. Готовят их из муки высшего качества. Делается все на стандартных ингредиентах. Мука, сахар, соль, дрожжи. И плюс можно добавить немного закваски. Готовое тесто нарезают и формуют, затем отправляют доходить. Где-то минут 20-30 проведут они в расстойке, затем мы достанем в условиях. Влажность 75% и температура самой расстойки 36-40 градусов. Расстойка – это самый важный процесс в приготовлении хлеба. В шкафу для расстойки происходит не только брожение теста, но и формируется вкус. За полчаса заготовка поднимается и увеличивается в два раза. Теперь мы можем поэкспериментировать. Украсить можно по сути чем угодно. Мне больше всего нравятся хлеба зерновые с кунжутом. Кунжут – леный подсолнечник. Выставляем для этой печи температуру 200 градусов. Примерное время выпечки 15-20 минут. И, соответственно, чтобы у нас изделие увеличилось в объеме, получили мы хорошую корочку, мы подаем пар. Сразу из печки на прилавок хлеб не попадает. Еще полчаса в теплом месте ему нужно, чтобы остыть. Важно проследить, чтобы из-за резкой смены температуры он не осел и не растрескался. Свежеиспеченный хлеб. Горячо, но аромат непередаваемый. Врачи его в таком виде есть не разрешают. Говорят, что бредно для здоровья. Нужно подождать, пока он остынет, тогда раскроется настоящий вкус. Так какой же все-таки хлеб покупать? Диетологи советуют выбирать сдобу без дрожжей из муки высшего качества. Норма за сутки – это 250 грамм хлеба. Из них 150 граммов приходится на долю пшеничного хлеба, 100 граммов на ржаной. Если у человека есть ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, тогда количество хлеба следует ограничить. Перед покупкой обязательно проверяйте состав. И помните, чтобы фигура от любви к хлебобулочным изделиям особо не пострадала, то их все-таки стоит есть в меру. Татьяна Балыкина, Игорь Сюткин. Утро нового дня. Ну а в нашей студии уже сидят первые гости. Юлия Елисеева, заместитель директора по земельному хозяйству «Город». Ну, в связи с реконструкцией набережной Салгир, мы видим, что часть деревьев пришлось все-таки удалить. Да, можем так сказать, попрощаться с ними. Ну, появится ли что-то на их местах новое, и как-то будем уделять, комментировать? Конечно. Мы планируем произвести высадку деревьев уже на... приблизительно даже накидали себе, и двигаемся по этому, по плану, на 19-20 год. Порядка 6 тысяч деревьев планируется высадить по всему городу, не только вдоль реки Салгир, но и... В году 20-го, да? Да, именно с 19-го и 19-й-20-й год. А цифра вообще впечатляет. Я только представлю, 6 тысяч деревьев. Это, ну, как бы мы так, можно сказать, одна из самых зеленых столиц, как мне кажется. Но вот были ли подобные случаи? Подобных случаев не было. Впервые так много, да? Да, это впервые так будет. А что это за деревья будут? Это будут липы, это будут клены, астролистные формы глобоза, круглые, шарообразные. Такие вы уже их видели на Пушкина, Гоголя, да. Да, вот эти клены, красивые аллеи. Будут высажены также каштаны, непривычные для нашего города, мясокрасные они называются. Также мы планируем высадить, сделать живую изгородь из форзицы, из пиреи, которая будет вечно цветущая. То есть это будет не зеленая живая изгородь вдоль улично-дорожных сетей, а именно настоящая с цветочками, чтобы радовала глаз. А вот чем руководствовались, когда деревья выбирали? Они должны ведь, наверное, подходить к какому-то именно симферопольскому климату. Обязательно, конечно. Конечно, мы советовались с нашими и преподавателями в КФУ, и с профессорами на кафедрах биоресурсов. Советовались с... Ну, с рядом специалистами, да? Да, да, да. Вот взвешенно подошли к этому вопросу. Которые посоветовали именно применить тот материал, который у нас здесь есть непосредственно в Крыму. Мы не будем закупать этот материал где-то в Краснодарском Крыме. Все крымские деревья, да? Все наше крымское, все наше местное, с наших местных питомников. Да, совершенно верно. Значит, из хорошего мы не завезем никаких вредителей, потому что, опять же, такие, даже когда саженцы винограда. Я помню, последняя история с долгоносиками была не самая приятная. Было такое. А может, были какие-то обратные рекомендации? Типа сказали, вы знаете, на опыте в минулых шесть лет... Вот эту елку, садите. И, допустим, там, в последнее время у нас люди часто чихают от тополиного пуха, допустим. Его не стоит. Что не разрешали садить? Не разрешали садить? Ну, может, рекомендации такие были. Еще садоводам, наверное, так подсказочка слегка. Ну, например, кедр гималайский, например, он у нас не приживается. У нас больше всего, как бы, приживаемость идет, это кедр от ласки для нашего климата, для города Симферополя. Вот знаете, что меня действительно порадовало? Спасибо большое тем работникам, которые трудились. Кольцо недалеко от гостиницы «Москва». Прям душа радуется, когда я иду на работу. Превозилась? Конечно, да. Превозилась с советской конституцией, да. Очень круто. Спасибо им большое, кто работал. Ну, я хочу сказать, что вот, пользуясь случаем, спрошу. Малею просто, когда вижу голубую ель, и вот видела возле администрации, она у нас высажена. А почему ее, допустим, не садят? Может быть, потому что она или дорогая в закупке, или все-таки не нужная, и выбирают там клён? Нет, почему? Ель сама по себе, как бы, очень, да, привлекает внимание, как бы, но очень прихотлива. И, к сожалению, как бы, вырастить ее, купить здоровое, большой, большемерное дерево огромное, да, и высадить его, и выходить очень сложно, на самом деле. Был такой даже горький опыт у нас в том году, по-моему, в Гагаринском парке, да, сажали мы пихты. То есть, если ты маленький посадил, вероятность, что похитил? Нет, он может, наоборот, прижиться, быстрее корневая система. Если его не украдут, передайте. Да, у нас же тоже такой опыт был в этом году, по-моему, даже, когда, так сказать, недоброжелатели, в общем, похитили наших красивых красавиц. Ну вот сейчас мы сделали, выходили с административно-техническим контролем на улицу Киевская, 124, и там у нас есть аллея из Платанов, которая идет прямо к московскому рынку, да, и вот мы сейчас там проводили работы, высадили три можжевельника, которые нам граждане подарили города и подарили 50 кустов хризантем. Мы сделали своего рода такую там клумбу, им культивируем землю, опять же, чтобы там не было этих стихийщиков. Ходят, восхищаются люди, народу нравится, и когда высаживали именно в день высадки, многие подходили и говорили, что не доживет до утра. Да. Да, все дожило, все в полном объеме-то. А известно вот по суммам, сколько на все вот это вот готовы инвестировать в это дело? Суммы пока неизвестно, не могу сказать вам. Какое, давайте сразу объясним людям, может быть, вы знаете, какой штраф их ждет за то, что они будут вырывать деревья, которые посадили. Ну, примерно какое наказание? Административное в первую очередь, да? Административное, конечно. И денежное, вот если это первичное, а если вторичное споймает, то, наверное, уже идут другие меры наказания, да? Ну, мне кажется, это мелкое воровство, это около 5 лет может свететь. Хулиганка, наверное, скорее всего, да. В общем, нельзя этого делать, ни в коем случае. Ни в коем случае, да, нужно помочь городу обязательно. Если хочется, наоборот, подарить деревья, куда нужно обращаться? К нам. Вот давайте мы расскажем, куда идти. МБУ город, маршала Жукова, 44. Поэтому все, кто захочет подарить еще пару можжевельников, могут обращаться в МБУ город? Да, да. С удовольствием мы примем, высадим. Могут даже сами жители поучаствовать в высадке. Сейчас мы планируем еще, кстати, высадить аллею дружбы с Кабардино-Балкарией, да, из Балкарской республики, это по улице Мичурина, прилегающая территория к Гагаринскому парку. Там вот будет высажено 40 дубов краснолистных. Юлия, ну мы вас так просто сегодня не отпустим. Мы вас сейчас приглашаем сфотографироваться с нами на нашей инсталляции, посвященной как раз-таки переходу на цифровое вещание. Проходим, которое вчера у нас свершилось. И в таком случае, разрешите, мы вас вот в центр скажем слово... Кедр. Кедр. Вот так он звук, это все. Михаила и Айша и Альбину называют солнечными людьми. У них диагностирован синдром Дауна. Но патология не стала преградой, они разрушают стереотипы. Глядя на танец в исполнении пары, невозможно поверить, что эти ребята не такие, как все. Мы смешиваем только на дуэте. Он мой друг, изящный и красавчик. Это все, что я могу сказать. Четыре года они занимаются танцами, два из них в дуэте. На тренировки приходят без опоздания несколько раз в неделю. Их усердие не перестает радовать тренера. Поначалу, конечно, было тяжело, но когда я уже привыкла с ними работать, то есть они настолько светлые, настолько жизнерадостные, что вот от них самих такой вот свет, вот не зря мы их так лучиками называем, то есть от них такое заряжаешься настроением. Два года назад танцоры впервые отправили электронные заявки на участие в танцевальном конкурсе для особенных людей. Им отказали, но ребята не отчаялись и продолжили тренировки. Они верили, что однажды удача обязательно им улыбнется. Ежегодно в России проходит всемирный паромузыкальный фестиваль. В 2019 году впервые за 11 лет наши крымские ребята, 23-летний Михаил и 21-летняя Айша Альбина, примут участие в проекте. Они преодолели жесткую конкуренцию среди тысяч других талантливых пар, показали высокое мастерство и поедут представлять крымский полуостров в один из регионов России. Не меньше ребят радуется успехам и тренер. Вложенное усилие и терпение окупило счастье в глазах Михаила и Айши Альбины. Миша и Айши, мне по секрету сказали, они будут танцевать в сопровождении настоящего огромного живого оркестра. И вот они сейчас к этому готовятся трепетно, то есть не под фонограмму, не что-то там, а вот именно под живой огромный оркестр. То есть там высокого уровня фестиваля, мы безумно счастливы. Для ребят это новый уровень, они могут представить нашу республику на таком мероприятии. Молодые люди знают, в танце настрой решают все. Для них очень важна поддержка и теплые слова. Очень-очень хорошее впечатление, там нравится, такой житейный, ну как объяснить, такой очень красивый танец. Замечательный очень, и они как тянутся друг к другу, молодцы такие. На них даже радостно смотреть, как это все у них. Совсем скоро Михаил и Айша Альбина вместе со своей командой поедут в Кострому на финальный этап соревнований. В их победе уверены все, а вот сами ребята точно знают, что главное не первое место, а радость человеческого общения. Ирина Борилюк, Максим Турчев. Утро нового дня. Главное, чтобы с самого утра у каждого был свой метод какой-то или способ найти то чувство радости. Дима просто так распереживался, что уже запнулся немножко, и глаза начали слезиться. Но это утро самое главное, чтобы ты не запнулся на каком-нибудь важном моменте, когда будешь делать какую-нибудь свою важную работу. Или какое-нибудь прямое включение, которых у нас действительно бывает много, и когда стараемся для вас, чтобы вы следили за всеми событиями. У нас, Дима, день начинается рано, бодро, и будем надеяться, что очень продуктивно. Главное, чтобы мы эту атмосферу утреннего настроения передали и вам, чтобы вы уже сейчас или вот завтра калились, все-таки собирались, кто-то уже шнурки ребенку завязывает, а время понимает, что пора бежать в школу, никуда не опаздывайте, если что выйдет заранее, чтобы все можно было успеть сделать размеренно и спокойно. Знаешь, многие новости, когда мы озвучиваем, их можно просто послушать, а некоторые именно нужно видеть и наблюдать, чтобы получить полное удовлетворение от этого момента. И как раз-таки один из таких роликов мы приготовили для наших зрителей, поэтому если вы сейчас очень заняты, что-то гладите или кушаете, вот самое время обратиться на экраны. Просто стоит посмотреть, какую игрушку замечательную, большую, объемную получила эта львиная семья Барнаульского зоопарка. Огромный футбольный мяч. Да, причем, знаете, что самое особенное, были в начале переживания, что они могут его разорвать, и он может лопнуть, как-то, знаешь, бабахнуть. У меня самого такой случай был в детстве, был огромный шарик, я на него прыгнул, и он взорвался. А нет, здесь убедили, что все нормально, и котикам ничего не угрожает. Ну, мало того, что просто само по себе наблюдать за львятами одно удовольствие, а так наблюдать за игрой этих забавных малышей, это, мне кажется, в два раза кайфовее просто. Я думаю, для них подобное вот в мячик, это огромное сокровище. Представляешь же, в их комнате ничего не было, и тут появляется шар, и они все его... Котенка, когда кидаешь ему, знаешь, шарик или мячик, он же просто потом с этим, за ним хвостиком целый день гоняется. Ну, знаешь, мне кажется, что действительно от размера кошки она не перестает быть кошкой. Безусловно, я с тобой полностью согласна. Главное, чтобы от размера объема работы Ира Баррилюк не переставала быть Ирой. Ну, дело в том, что Ирочка сейчас должна... У нас сейчас есть возможность связаться с ней, так что, Ира, если ты нас слышишь, пожалуйста... Доброе утро, еще раз. Да, студия, снова доброе утро, коллеги-телезрители. Я нахожусь на одной из городских остановок в самом центре нашей Крымской столицы. И здесь я совсем не просто так. Источники утверждают, что теперь находиться на улицах нашего города Симферополя стало безопаснее. И это не связано с дополнительным нарядом полиции или суперменов, которые будут нас спасать. А наоборот, это связано с тем, что на 10-ти униных остановках, да, уже тут известно, именно такое количество установлено, а планируется 75. Сейчас функционирует видеонаблюдение. Я не знаю, видно ли на заднем плане, хотелось бы, чтобы было видно. Так вот, функционирует видеонаблюдение. И 24 часа в сутки, 7 дней в неделю наши крымские жители могут наблюдать за тем, что же происходит на этих остановках. И самое важное, что сделать это можно на сайте. И по необходимости, когда человек предоставляет запрос, может получить видеозапись. То есть видеозапись определенного периода времени, что происходило здесь на городской остановке. Я считаю, что это очень здорово, потому что в жизни действительно бывают абсолютно разные ситуации. Кражи, не дай бог, нападения, дорожно-транспортные происшествия. Или просто водитель автобуса нахамилы, вы хотите доказать свою правоту. Да, разные, повторюсь, ситуации. И теперь, когда ставится возможным, вот такое вот видео-факт для себя получить. И уже использовать в тех целях, с которыми вы собираетесь данные вещи, как говорится, далее использовать. И это не может не радовать. И еще плюс приятный бонус для всех наших крымских жителей, что именно на таких вот умных остановках функционирует бесплатный Wi-Fi. Наше время интернета... Ну, это техника со всеми бывает. В любом случае, хорошо, что там есть сейчас эти камеры, умные остановки и Wi-Fi на этих умных остановках. Я даже слышал, что можно посмотреть онлайн. Если кто-то хочет посмотреть Ирочку там, то можете погуглить. Мало того, готов подчеркнуть еще раз, что людей там действительно много на остановках. Все они торопятся на работу. И в этом году свою работу трудоустроились 18 тысяч человек в Крыму. А это значит, что практически у нас 0,4% людей безработных. То есть, точнее, людей, которые не могут еще, может найти работу или конкретно по своей специальности. Ну, а я уверена, что многие из тех, кто пока не может найти работу, они ищут ее, в первую очередь, в интернете, параллельно выкладывают туда различные видеоролики. Ну, вот потом эти видеоролики смотрят корреспонденцы нашей редакции, выбирают самые яркие, самые клевые из них и показывают вам. Собственно, для этого я создана наша следующая рубрика. Прирожденный актер. Чтобы обратить внимание людей на экологическую проблему, киевлянин сменил пиджак на целлофановый костюм. Использованные пакеты, бутылки и грязные салфетки. Каждый раз, когда кто-то выбрасывал отходы, за ним убедительно гнался актер. Ох уж эти эко-нарушители. Эксперименты бывают разные. Некоторые даже помогают справиться со стрессом. Лечь на пол и вести себя как рокодилы. Вот что придумали школьники. Фантазии у этих ребят явно не занимать. А главное, работает. Еще и одноклассники в восторге. Что только не встретишь в океане. Биологи называют эту ковшинку по-разному. Тигровая или нимфея. Плавные и динамичные движения водного обитателя вызывают восхищение. Впечатляет и цвет подводных листьев, который меняется в зависимости от освещения. Тот неловкий момент, когда ты во время отдыха с друзьями решил всех удивить. Например, подняться на бамбуковый потолок. Но в этот раз что-то пошло не так. Герой этого ролика рухнул на пол. Минута недоумения и он продолжил выселиться, как ни в чем не бывало. Креативные нововведения. Люстры, похожие на плавающих медуз. Современный дизайн удивляет не только нестандартными решениями, но и сочетанием высоких технологий и органической эстетики. Вот на что смотреть можно бесконечно. Получить порцию праздничного настроения можно в любой момент. Было бы желание. Чтобы не скучать, сгодится маркер, вода и несколько взмахов кистью. Дальше остается лишь наблюдать, как оживает нарисованный силуэт с помощью фантазии и маленькой хитрости. А у нас в студии появились наши гости. Точнее, Иван Лутов, главный специалист Крымской республиканской организации «Всероссийское общество слепых». Доброе утро. Доброе утро. Мы надеемся, что это утро действительно у вас было добрым. Несмотря на то, что пришлось так рано. Ничего, бывает. Ну и мы с Димой недавно говорили о трудоустройстве. Мы знаем, что уровень безработицы снизился в Крыму. Скажите, пожалуйста, а вот слепым сложно ли устроиться на работу? Или все-таки меняется ли ситуация для людей с ограниченными возможностями в Крыму? Ну, здесь, скажем так, можно делить эту проблему на две. Есть незрячие люди, которые получили высшее образование. Это юристы, экономисты, историки, филологи, психологи. То есть достаточно много у нас в обществе молодых людей, которые получили образование, хотели бы работать по специальности, массажисты. Но, к сожалению, по специальности трудоустроиться не могут. Это что касаемо наших людей с инвалидностью, с высшим образованием. Но, к счастью, у нас в Крыму сохранилось три предприятия. Это Симферопольское предприятие, Симферопольское Крымпласт, Керченский Юг, Интерпак и Ялтинское СТК, где могут трудоустроиться и получить работу наши инвалиды по зрению. Ну, я напоминаю, что сегодня день просто белой трости, как его еще называют. День слепых, правильно? И скажите, пожалуйста, вот по доступности окружающей среды, мы знаем, что сейчас проводится много работ по благоустройству комфортной городской среды. Мы все чаще видим, допустим, желтые дорожки, которые должны помогать, допустим, полосы с целью учреждения. Либо знаки на дорогах, которые тоже появляются для того, чтобы водители были осторожнее. А вот действительно ли, становится ли комфортнее жить в городах крымских? Ну, мы видим сейчас изменения, которые происходят в нашем городе. Это и, как вы сказали, обозначение желтой полосы. Особенно это очень удобно, особенно в подземных переходах. Когда, давайте я за себя скажу, да, у меня всего лишь три сотых, три процента зрения. И когда ты идешь один куда-то, и перед тобой желтая полоса, обозначающая, что сейчас будет ступенька вверх или вниз, это, конечно же, намного удобнее стало передвигаться по городу, чем это было еще год-два назад. Точно так же наши направляющие, которые устанавливаются в центре, особенно перед светофорами, единственное, чтобы они всегда были установлены правильно, а не вели в столб, как это иногда у нас бывает. Да, потому что. Встретили с остановки и провели, помогли сесть на автобус. То есть в аэропорту есть, да, такая? В аэропорту есть. На ЖД-вокзале было, когда еще поезда ходили. Но вы знаете, какая у нас доступность. Возьмем наш автовокзал Симферополь-Курортное, где, наверное, обычному человеку сесть очень проблематично. А людям с инвалидностью это, конечно, очень тяжело. Но сейчас ведется в этом плане работа, и надеемся, что все будет нормально. Иван Жаннович, вот, допустим, как в общественном транспорте вам передвигаться, когда вы понимаете, что ваша остановка, вот с этим, с оповещением, все ли хорошо? Ну, все хорошо никогда не бывает. Ну, вот какие пожелания, может быть, да, какие-то замечания есть, и есть что подчеркнуть. Потому что вот в троллейбусах мы, например, слышим, да? В троллейбусах мы слышим. К сожалению, опять-таки, не всегда, но мы очень тесно тоже работаем. Здесь мы работаем с руководством троллейбусного парка. Вы видите, не только в троллейбусах, а и в новых маршрутках, которые... Тройка 30-е, вот, которые появились, большие автобусы, там тоже работает озвучка. Но, к сожалению, работает не всегда, я вот скажу, за наш район Марина. Проезжаем гостиница «Москва», потом идут две остановки, Ялтинская турбаза «Таврия», которые, если нет людей, водители могут не останавливаться. И если нет оповещения остановок, если оно не работает, отключено, потом очень тяжело сориентироваться и найти свою остановку. Ну и скажите, пожалуйста, может быть, сегодня будут проводиться какие-то мероприятия тоже, собираться? Знаете, у нас мероприятие проводится не только сегодня. У нас, вы здесь сказали, что Белая Трость – это день слепого человека. Нет, вы немножечко путаете. У нас сегодня день Белой Трости. 13 ноября у нас будет день слепого человека, и в декабре у нас будет день инвалидов. Поэтому у нас такая, знаете, в течение трех месяцев, а 1 октября еще был день пожилого человека. Поэтому у нас, скажем так, эти три месяца достаточно будут насыщены, и уже проводится работа. У нас, скажем так, в нашем обществе, наше общество слепых объединяет 10 местных организаций по всему Крыму. Вот в пятницу, субботу, воскресенье проходили соревнования шашечные, где принимало 18 участников со всего Крыма принимали участие. На прошлой неделе, четверг-пятница, проводились кулинарные соревнования, проходили в Белогорске и в Евпатории. То есть по всему полуострову, да, не только в Симферополе? Конечно, конечно же. Но я же говорю, у нас 10 организаций, и каждая организация проводит свои какие-то мероприятия. Мы проводим совместные мероприятия здесь, в Симферополе. Через неделю у нас будут соревнования по настольному теннису для незрячих, шоу-даун. Тоже будут, это будет даже чемпионат Крыма, будут участвовать спортсмены, незрячие спортсмены со всего Крыма. Спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в гостях был Иван Лутов, главный специалист Крымской республиканской организации Всероссийское общество слепых. Ну, а в свою очередь удобство или неудобство можно еще испытывать, когда добираешься на работу или едешь с работы, но не только если есть проблемы со зрением, а даже если их и нет. Особенно, допустим, если ты выходишь, ждешь на остановку, и не всегда твой общественный транспорт быстро приезжает, или, допустим, тебе нужно добраться за пару минут на работу. Именно тогда здорово выручает такси. И вот, кстати, о том, как сейчас видоизменяется крымское такси, расскажет Оля Литвиненко. Заказ ГРЭС, выезжаю. У меня на дорогу 7 минут. Работа в такси сложна даже для мужчин с большим водительским стажем. Перевозка пассажиров в любую погоду, да еще и колесо спустит по дороге. Но Татьяна с этими трудностями справляется легко и играючи. Татьяна Трибратова раньше была частным предпринимателем. После того, как дело прогорело, вспомнила свое хобби – сидеть за рулем автомобиля. Мать троих детей по образованию финансист уже как три месяца, а работает в такси. Это самые лучшие времена в моей жизни. Почему? Потому что вообще постоянно… Я вообще люблю водить машину, но водить, за рулем ездить. Плюс ко всему город очень наш люблю. Симферополь вообще прекрасный город. Я его очень люблю до глубины души. Каждый пассажир – отдельная история. И с большинством из них связаны лишь хорошие воспоминания. Одни поднимают настроение анекдотами, другие делятся семейными невзгодами. Плохих людей я еще не встречала, если честно. У нас, мне кажется, в Симферополе все хорошие люди. Нередко пассажиры сами не знают точного адреса. Кто-то спешит на важную встречу. Бывает, что опаздывают на самолет. В таких ситуациях важно быстро сориентироваться и не слушать советчиков. Даже если это мнение опытного водителя. Мужчины вообще реагируют с осторожностью. Они садятся рядом и начинают командовать, где останавливаться, куда не ехать, куда ехать. Чаще всего сами попадают в такую ситуацию, что понимают, что они не правы. И если противоположный пол к женщине-таксисту относится предвзято, то на дорогах взаимопонимания куда больше. Как вам относятся мужчины-водители, когда видят, что такая прекрасная дама за рулем? Ну, чаще всего хорошо. Очень уважительно. Ну, просто благодарят, когда пропускаешь. Также уступают тебе дорогу. Ну, как только сначала сзади сигналят, а потом начинают видеть, что женщина немножечко лояльна. Новое призвание научило понимать темпо-ритмы города. Например, Татьяна знает, где и во сколько сейчас пробка и как построить маршрут, чтобы не потерять время в ожидании. Теперь я знаю, когда наш город красивый просыпается, когда засыпает, когда он ведет такой рабочий ритм, когда он отдыхает, наш город, наши люди. Для Татьяны машина – верная подруга. Она знает все ее слабости и уязвимые места. Если что-то не так, женщина пытается с ней договориться. Я с ней разговариваю, потому что бывают моменты, когда действительно с ней надо поговорить. А что вы ей говорите? Я ей говорю, что она лучшая, она справится, у нее все получится. И вот таким вот способом вы на нее воздействуете, и все получается? Да, и все у нее получается. В Симферополе Татьяна знает всего шесть женщин, которые выбрали себе работу таксиста. С коллегами она поддерживает тесное общение, делится опытом и всегда готова прийти на помощь. Многие, кто видит представительниц прекрасного пола за рулем, скажут – не женское это дело. Однако они также справляются с этой профессией, вкладывая в поездку женское тепло и уют. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Доброе утро! Мы уже пробудились. С вами Дмитрий Попов, Александр Карнович. И этот вторничек мы проведем вместе с вами. Ну, а все дело в том, что сегодня, как с Владимиром, вторничек, 15 октября. А это программа «Утро нового дня», которая выходит сразу на двух телеканалах. Первый – «Крымский Крым-24». Два часа в прямом эфире. Но, правда, остался уже только час. Поэтому хотя бы его проведите с нами, если вы только включили телевизор, потому что мы вам столько всего расскажем. А самое главное, что мы сегодня хотим добиться, чего? Это того, чтобы вы зарядились бодростью, энергией, позитивом и пошли в этот рабочий день радовать своих близких, родных и совершать новый город. И самое главное, чтобы вы были при этом во всеоружии. Именно поэтому сейчас сначала вам расскажем, что сегодня будет в повестке программы «Утро нового дня». Перед этим скажем спасибо салону «Фавилла» за эти удобные, комфортабельные кресла, стулья, мебель. Потому что самое главное – начать свое утро с комфорта, удобства и наслаждения. Желаем, чтобы весь ваш день был такой комфортный и уютный. А сейчас давайте глянем, что мы для вас приготовили. Хлеб всему голова. Какую выпечку есть, чтобы не поправляться, знает Татьяна Балыкина. Трогательный танец пара артистов из Симферополя покорил жюри Всемирного паромузыкального фестиваля, с чем столкнулись танцоры на пути к победе. Татьяна Трибратова – одна из первых, кто заняла место водителя такси в Крыму. Как сегодня автоледи разрушает все стереотипы о неженской профессии. 175 лет назад родился тот, чья философия не была признана при жизни. Как Фридрих Ницше повлиял на мировоззрение целого поколения. Детский шоу-конкурс «Таланты» набирает обороты. Скоро вы узнаете, кто же прошел отбор в телевизионный кастинг. Об этом и не только в программе «Утро нового дня». Конечно, не только об этом. Еще много о чем именно в первую очередь, а новостях. И новостей сегодня много. Крым вместе с еще 20 регионами России перешел на цифровое вещание. Аналоговое отключили накануне в передающем центре российской телерадиовещательной сети. Это финальный этап цифровизации телевизионного эфира по всей стране. Марина Осокина о том, что изменилось для крымчан. Крым переходит на цифру. Рубильник, который обеспечивал питание аналогового оборудования, выключен переход на цифру за пару секунд. Этот большой зал для аналогового вещания, где стоят 17 уже устаревших передатчиков для каждого из 17 каналов, как это было раньше, заменили вот эти три небольших цифровых по одному на каждый мультиплекс. Теперь уже 27 каналов. Все оборудование российского производства для долгой и бесперебойной работы. На этом все не заканчивается. Впереди новый этап, ведь нужно избавиться от старого оборудования. Теперь его будут демонтировать и дальше утилизировать. Вместе с полуостровом на цифру перешли еще 20 регионов. Но Крым единственный, в котором работает три мультиплекса. Телезрители, которые подключили цифру, смотрят 20 обязательных каналов в двух пакетах, плюс 7 региональных телеканалов и 3 радиостанции. В их числе 1-й Крымский, Крым-24, Радио Море, Радио Точка и Радио Крым. Но даже те зрители, которые не успели подключить цифру, не увидят черного экрана. На частотах, где работала аналоговая ТВ, идут информационные ролики с подробной инструкцией, что нужно сделать для перехода. И номер горячей линии, если вопросы еще остались. Информационный 13-минутный ролик, который будет круглосуточно идти на этих каналах, что люди смотрят именно в аналоге, им нужно перейти на цифровое телевидение. Здесь мы можем видеть, что наши региональные каналы, вот телеканал Миле, допустим, Крым, Первый Крымский, еще вещают в аналоге и они продолжать будут до конца текущего года. Телевизор с 2012 года выпуска легко перенастроить на цифру. Они ловят ее автоматически. Тем, у кого более старые голубые экраны, нужны специальные приставки. По радио сказали о том, что будет цифровое телевидение, притом бесплатно, и никакой оплаты нет. И, конечно, я обрадовалась. Сказали, будут охладить волонтеры, и будут они подключать, все сделают. Только купите приставку и купите антенну. И в Патарике Людмиле Прытовой цифровое ТВ настроили волонтеры. Телевизор для нее – лучшая компания тихими вечерами. А самой было не справиться. Обратиться за такой помощью может любой крымчанин, например, по горячей линии. Кроме того, малоимущим жителям положены компенсации на покупку приставок до полутора тысяч рублей. Подготовка к этому историческому событию шла все пять лет после воссоединения с Россией. Информационная кампания – один из главных этапов. Листовки, почтовые ящики персонально каждому жителю. Цифровой забег с участием предприятий, в том числе нашей телерадиокомпании. Наконец, цифровая бабочка в небе. Спортсмены-паршютисты и журналисты федеральных каналов вместе прыгнули в цифровое будущее. К переходу Крым был готов еще в январе этого года. Все в штатном режиме. Но возникали и сложности. Это строительство в горных районах. Это связано было и с линиями электропередач, и доступом. Есть объекты, которые строились вблизи или практически даже на территории, особо охраняемых природных территориях. Это четвертый итоговый этап перехода на четкую и насыщенную телекартинку для всей страны. Мы построили по всей России и в Крыму 5040 новых объектов, которые дают людям цифровое телевидение. Конкретно в Крыму это 38 новых объектов вещания. Еще шесть в Севастополе. Сегодня там тоже отключили аналог. Но около 200 городов и сел полуострова не попали в зону охвата цифровым сигналом из-за сложного рельефа. Их жители также могут обратиться за компенсацией на покупку спутникового оборудования. Впрочем, к 2021 году цифра долетит. И до них Марина Осокина, Иван Евдокимов. Новости 24. В Крыму столкнулись с проблемами доступа к мобильному интернету. Ограничения коснулись владельцев сим-карт из разных регионов страны. Кому обращаться абонентам и с чем связаны неполадки. Разбиралась Лиля Виджат. Новость о низкой скорости мобильного интернета облетела Крым за считанные дни. Это отразилось в сотнях комментариев в социальных сетях. Вопрос один. Почему не удается быстро загрузить страницы и файлы в браузере? Скорость мобильного интернета в Крыму, предоставляемая компанией МТС, стала такой низкой, что сделала невозможной даже просмотр социальных сетей, не говоря уже о других онлайн-сервисах. Операторы компании МТС отказывают в решении этих проблем, ссылаясь на роуминг партнеров. Но ограничение скоростей коснулось только тех, кто купил карты не в Крыму. Многие абоненты используют несколько карт одновременно. Обычно материковые в большинстве служат для интернета. У меня краснодарская сим-карта и неделю назад у меня упала скорость мобильного интернета. У пользователей местных сим-карт такой проблемы не обнаружилось. Но так как у местных операторов очень дорогой интернет и нет никаких альтернатив, я пользуюсь сим-картой МТС из материка. Абоненты объясняют, между крымскими и материковыми картами разница колоссальная. Говорят, московский пакет выдает скорость в десятки раз больше, чем местный. Но мы убедились в обратном. Проводим свой эксперимент. В моих руках два телефона. Этот телефон с местной карточкой. Пробуем зайти в интернет. Вот Крым24, Ютуб. Грузит обычно, стандартно. Этот телефон с челябинской карточкой. Пробуем зайти сюда. Сразу выдает. Не удалось подключиться из-за слабого сигнала. Наши результаты подтвердили. На мобильных устройствах приезжих скорость меньше, чем на сим-картах крымчан. Служба поддержки материкового оператора заявляет, лимитов на интернет не вводили. Насчет передачи данных. Тут все зависит именно от наших партнеров. От чьи базовые станции мы непосредственно используем. Это Винмобайл и Волнамобайл. Соответственно, именно скорость передачи данных зависит от них. Техслужба местного оператора также утверждает, что все в порядке. С нашей стороны никаких ограничений нет. Наши абоненты пользуются интернетом в штатном режиме. По одной из версий туристов, проблемы с мобильным интернетом возникают из-за смены оператора. Сейчас мы видим уменьшение мобильного трафика только тех граждан Российской Федерации, тех абонентов именно только одной компании МТС. Ни Теледва, ни Бела, ни Мегафон, которые они не высказывают своих каких-то претензий. Говорить сейчас то, что ограничили непосредственно наши крымские операторы, либо ограничили МТС, пока еще рано. Министерство внутренней политики, информации и связи Республики Крым держит ситуацию на контроле и обещает разобраться. Лили Веджат, Анатолий Агеев, Новости 24. Радость победы и слезы поражения. Все это предстоит пережить с маленьким артистом из Крыма в новом телевизионном проекте «Таланты». До начала шоу жюри проводит отбор. На первый тур пришли более трехсот детей, а на кастинг в Ялту уже 76. На сцене театра имени Чехова смелость соперничала с артистичностью. А удача иногда побеждала профессионализм. Но таковы законы конкурса. Юрий Авдеев заглянул за кулисы, решил вступить в соревнования с юными участниками и сорвал аплодисменты за свой личный номер. Лиза Пономаренко в своей победе уверена. Необычный танец робота произвел впечатление на искушенное жюри. Впрочем, на кастинге нет случайных талантов. Здесь все звезды. Моя мама танцевала джаз-фанк. Мой папа занимался брейк-дансом. Тетя – баппингом, хип-хопом, вакингом. А мой дядя танцевал зуб. Диана Зубкова выступает в другом жанре. Для тех, кто хочет покорить цирковую арену, талант – лишь часть успеха. Здесь за эффектным номером стоит колоссальная работа и фанатичная, совсем не детская преданность делу. Сейчас у меня, допустим, растяжение ноги. Когда я работаю, мне иногда сводит что-то, вылетают диски. Это, конечно, больно, но на концерте нельзя показывать свою слабость. Я на концерте стараюсь работать до конца через боль. Для детей особенно важно чувство локтя. И на первых шагах к успеху всегда рядом семья. Рядом с юной цирковой артисткой – ее бабушка. Не только бабушка, еще и тренер. Желаю ей достичь самых высоких высот в цирке. До Монте-Карло дойти. И всего хорошего. И здоровья, конечно. В техническом обеспечении детского талант-шоу задействована большая часть огромного коллектива телерадиокомпании «Крым». Мобилизованы все, кто способен держать в руках камеру, микрофон, блокнот и ручку. Таких масштабных проектов региональное телевидение полуострова еще никогда не видела. Пусть не обманывает обилие камер на сцене и в зале. Главный технологический узел находится здесь, в этой машине. Это передвижная телевизионная станция. Ребята, как настроение? Все супер, отлично. Работаем над детским проектом. Все классно, здорово. Вот у нас полным ходом идут съемки, так сказать. Проект сложный, но очень интересный. У нас тут талантливые дети. Все волнуются, мы волнуемся не меньше. Все переживаем. Вот идет такая плотная работа. Драйвер, обеспечивающий взаимодействие технической части и творческого коллектива, продюсерская группа. Это команда полулюдей, полубогов, полуроботов. Существа с остальными нервами и абсолютным пониманием задачи. Задача продюсеров этого проекта – организовать продукт и проект настолько качественно, чтобы все были довольны. Вот начиная от нашей технической группы, чтобы люди были вовремя на месте, чтобы все происходило четко, аккуратно, вовремя, чтобы дети, которые приезжают и участвуют в этом проекте, чувствовали себя комфортно и как дома. Потому что мы хотим показать их лучшее качество в этом талант-шоу, и чтобы они двигались дальше. Итак, кастинг выявит лучших, но к финишу придут только трое. Те, кто сумеет доказать свое превосходство в трех номинациях – вокал, хореография и оригинальный жанр. Интрига раскроется в конце октября в эфире телеканала «Первый Крымский». В каждом человеке есть скрытые таланты. И задача проекта «Талант. Ты» – явить эти способности миру. И в этом вопросе, конечно, старшее поколение должно быть примером для нашей молодежи. Вот вам самый оригинальный номер детской программы. Называется «Дед-трюкач». Юрий Авдеев, Андрей Заричный, Новости 24, Ялта. Ну а в 2020 году на модернизацию системы здравоохранения республики из бюджета выделят 3 миллиарда рублей. Ну и хочется сказать, что каждое медицинское учреждение должно подготовить проектно-смертную документацию на строительно-монтажные работы и предоставить их, чтобы эти деньги им выделили. Мало того, глава республики Сергей Аксенов подчеркнул, что необходимо, чтобы они уже приготовили списки конкретно медпрепаратов и медоборудования, которые необходимо закупить. Особое внимание уделят сельской местности. Там необходимо закупить медкомплексы. Ну я уверена, что в сельской местности нужно гораздо больше работ провести, чем в городе. А сейчас мы предлагаем поговорить на более теплую тему. Как раз таки о том, когда в квартирах не нужно будет укутываться сильно и тепло-тепло. Я вот, допустим, обязательно сейчас даже сплю в шерстяных носках. Ну не знаю, как и Дима спит шерстяных носках, у меня достаточно одного чего-то нетеплого укрываться. Вот. А на отопление как раз перейдут уже, когда среднесуточное будет 8 градусов на протяжении 5 дней. У нас есть небольшие рекомендации о том, чем все же согреться, пока холодно. Итак, вот у нас есть несколько вариантов. Например, кондиционер. Плюсы. Говорят, что греет хорошо, но вот долго нагревается и нужен уход дополнительный. Ну плюс воздух. Не тот, что хотелось бы. Свежего воздуха не хватает. А вот инфракрасный обогреватель ты пользовалась? Я вообще не понимаю, что это. Это такая, знаешь, штука красная и она жжет. А, да-да-да, все, я поняла, видела. Я поняла. Ну я так себе. Я сразу поняла, что это такое инфракрасный. Вот. А говорят, среди плюсов то, что она может греть предметы. Хотя мне кажется, это специфический плюс. Я один раз стоял долго под такими. В любом случае, я думаю, что к этому вопросу мы вернемся чуть попозже, уже после погоды. Сначала узнайте, какая она будет сегодня на полуострове. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И немножко об отоплении. Третий вариант. Для согревания можно использовать конвектор. Это такие небольшие батареи. Они легкие и безопасные. Но единственный, самый большой минус, что они прогревают помещение сверху вниз. И, скорее всего, у вас будут мерзнуть ноги. Поэтому в таком случае табочки просто должны быть. Ну да, лучше было бы наоборот. Тогда было бы гораздо комфортнее, было бы чем дышать. И при этом ноги были бы в тепле. Но, а тем временем, я вернусь к таким новостям более серьезного характера. Может быть, в Севастополе грузовик провалился под землю. В селе Андреевка, нахимовского района. Как вы, в принципе, можете видеть сейчас на экранах. Грузовой автомобиль провалился. Просто дело провалился. Под землю. Под землю. В прямом смысле этого слова. Происшествие произошло вечером в воскресенье 13 октября. На районе набережной, по всей видимости, под дорогой размыло почву. Из-за чего произошло обрушение. Но самое главное, что по предварительной информации, во время произошедшего никто не пострадал. Но, тем не менее, транспорт был... Я думаю, водитель очень хорошо так испугался. Я думаю, что здорово. Не только водитель, но и прохожий. И, в принципе, ситуация такая неординарная. Это, опять же таки, опять напоминаем тем, кто любит ездить на квадроциклах, мотоциклах по местности, что неожиданности на дороге могут случиться вообще в любой ситуации. Несмотря на такой потрясающий красивый закат, который мы сейчас и видим на своих экранах. Картина, конечно, живописная. Но все-таки стоит всегда рассчитывать свои силы оптимально и быть готовым, что понадобится вариант «Б». Чем-то мне это напоминает даже фэнтези Дюна. Может, помнишь про огромных таких червей, которые под землей ползали? Я ж такое не люблю. Мне кажется, у меня потом эти червины, если на них посмотреть всю ночь, будут сниться. И тогда мое утро не будет таким, как сегодня было оно у нас с тобой. Хотя, знаешь, я так думаю, многие фантасты особо черпают свои идеи, как раз таки, из того, что видят. И кто знает, может, это уже далеко в прошлом, а может, кто-то действительно там прополз огромный, хищный. Главное, чтобы такие жуки не ползали в центре Симферополя, потому что там сейчас находится Ира Барилюк, и она на прямой связи со студией. Мы хотим, чтобы у нее не было никаких неожиданных встреч, чтобы все прошло плавно, спокойно, стабильно. Ирочка, доброе утро еще раз. Снова доброе утро, коллеги, доброе утро, крымчане. Я нахожусь на улице Куйбышева, неподалеку от рынка. Я думаю, что каждый уважающий себя крымчанин знает, что это за место и что преимущественно здесь можно приобрести. Но ни для кого не секрет, что наш крымский полуостров славится определенными продуктами, качественными и уникальными. Таким образом, в 2019 году у нас в республике начали производить... Ой, солнце, хотелось бы, чтобы вы меня лучше видели. Да, я думаю, что так лучше. Хотелось бы отметить, что в 2019 году у нас в республике начали производить крымскую креветку. И планируется, что объем производства будет достигать 400 тонн в год. И, конечно же, увеличиваться в своем количестве и производстве. Также хочу отметить, что один из брендов, который занимается этим вопросом, впервые в России построили интенсивные пруды общей площадью 2,2 гектаров. И высадили туда 3,3 миллиона мальков креветки. Я думаю, что эти данные впечатляющие и действительно для тех людей, крымчан, которые ценят отечественное производство, так сказать, и в частности любят морепродукты. Не может этот момент не порадовать, что теперь крымскую креветку мы можем наслаждаться ее вкусом. И она производится у нас в Крыму, ее будет все больше и больше. Это действительно замечательно, что как наша крымская столица, так и в принципе республика развивается не только в плане дорог, транспорта, различных установок и прочего, но и в плане сельского хозяйства и продуктов. Это действительно стоит отметить и радость на новость. А у меня на этом все. Я передаю слово коллегам. Я уверена, что Саша, Дима, вам есть что рассказать нашим телезрителям. А я в это время перемещаюсь на следующую локацию. Спасибо, Ира. Надеемся, что твое перемещение будет максимально удачным. Так же, как и удачные иногда некоторые события входят в историю. Но конкретнее об этом в нашей следующей рубрике. Ровно 175 лет назад родился великий немецкий мыслитель Фридрих Ницше. Философией увлекся еще в школе, но в университете выбрал направление теологии и филологии. Уже во время обучения Ницше отказался от веры в Бога и стал воинствующим атеистом. Считается, что на философию Ницше большое влияние оказали два события в его жизни. Первое – знакомство с композитором Вагнером. Второе связано с книгой Артура Шопенгауэра «Мир как воля и представление». По словам самого Ницше, она перевернула его представление о мире. Выйдя в 35 лет на пенсию по состоянию здоровья, немецкий мыслитель начинает вплотную заниматься философией. В своей центральной работе, так говорил Заратустра, Ницше формулирует идею о сверхчеловеке. Это идеальный человек, чьи воля, желания и поступки не подчиняются никаким ограничениям. Хотя Ницше и добился известности еще при жизни, его философские идеи получили мировую популярность только спустя годы после смерти мыслителя. Идеи из его учения по сей день вызывают много споров и критики. А сейчас просим максимум внимания тех ребят, которые только сели позавтракать. Или если вы уже позавтракали, будет замечательный совет вам на завтра. И вот вам несколько замечательных советов о том, все же как необходимо к этому процессу подходить. Например, для меня было самого личного удивлением, что лучше всего делать это с 7 до 8. А уже если с 8 до 9, то это уже так себе завтрак, если можно его так именно назвать. Далее, перед тем, как вы сядете покушать, вот всегда в детстве относился к зарядке очень скептически. Думаю, это же так просто. 10 раз присел, 20 раз подпрыгнул. Но самое позитивное в этом смысле можно подчеркнуть то, что у вас как раз-таки разгоняется аппетит и хочется побольше покушать. А это значит, что чем вы больше утром покушаете, тем вам будет катиться меньше. Меньше есть, ну логично даже. Да, а значит, что вот быстро-быстро все переварится и переработается. И, конечно же, вот самое главное, кушайте такой вот белки, именно калорийную пищу, чтобы вы чувствовали энергию на протяжении всего дня. Ну а как есть калорийную пищу, при этом с минимальными для себя последствиями, уже расскажет Таня Балыкина. Яичница, омлет, овсяная каша и, конечно, бутерброды. По статистике, это самые популярные виды утреннего перекуса. Галина Панина – фитнес-тренер. Голодная с дома не уходит никогда. Завтракает плотно и всегда с хлебом. Привычка осталась с детства. Мама готовила кашу, намазывала хлеб маслом. Теплые воспоминания, естественно, с детства. Вот до сих пор повторяю это ежедневно. Недаром говорят, что хлеб – всему голова. В нем содержатся практически все необходимые для организма питательные вещества. Классический батон – бородинский, карельский, сырный или все-таки отрубной. От изобилия сортов и видов хлеба на прилавках магазинов даже глаза разбегаются. Так в чем же разница, чем один лучше другого? Может и правда существует такой хлеб, который можно есть и не думать о лишних калориях? Истинные ценители выпечки предпочитают авторский хлеб, сделанный вручную. Он не намного дороже магазинного, зато его можно купить еще теплым. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно ваш фирменный чесночный? Конечно. Владимир Бабанов в профессии уже 15 лет. Когда-то еще маленьким мальчиком помогал на кухне маме и бабушке. Теперь создает авторскую выпечку. Среди его фаворитов французский багет и хлеб фитнес. Готовят их из муки высшего качества. Делается все на стандартных ингредиентах. Мука, сахар, соль, дрожжи. И плюс можно добавить немного закваски. Готовое тесто нарезают и формуют, затем отправляют доходить. Где-то минут 20-30 проведут они в расстойке, затем мы достанем. В условиях влажность 75% и температура самой расстойки 36-40 градусов. Расстойка – это самый важный процесс в приготовлении хлеба. В шкафу для расстойки происходит не только брожение теста, но и формируется вкус. За полчаса заготовка поднимается и увеличивается в два раза. Теперь мы можем поэкспериментировать. Украсить можно по сути чем угодно. Мне больше всего нравятся хлеба зерновые с кунжутом. Кунжут – леный подсолнечник. Выставляем для этой печи температуру 200 градусов. Примерное время выпечки 15-20 минут. И, соответственно, чтобы у нас изделие увеличилось в объеме, получили мы хорошую корочку, мы подаем пар. Сразу из печки на прилавок хлеб не попадает. Еще полчаса в теплом месте ему нужно, чтобы остыть. Важно проследить, чтобы из-за резкой смены температуры он не осел и не растрескался. Свежеиспеченный хлеб. Горячо, но аромат непередаваемый. Врачи его в таком виде есть не разрешают. Говорят, что вредно для здоровья. Нужно подождать, пока он остынет, тогда раскроется настоящий вкус. Так какой же все-таки хлеб покупать? Диетологи советуют выбирать сдобу без дрожжей из муки высшего качества. Норма за сутки – это 250 грамм хлеба. Из них 150 граммов приходится на долю пшеничного хлеба, 100 граммов на ржаной. Если у человека есть ожирение, сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, тогда количество хлеба следует ограничить. Перед покупкой обязательно проверяйте состав. И помните, чтобы фигура от любви к хлебобулочным изделиям особо не пострадала, то их все-таки стоит есть в меру. Татьяна Балыкина, Игорь Сюткин. Утро нового дня. А наша дружная кампания постепенно расширяется, и к нам присоединилась Наталья Кропотова, председатель общественной организации региональной национально-культурной автономии крымских караимов республики. Ну и мы знаем, что скоро, да, 19-го числа пройдут праздники Дни культуры караимов. Расскажите, пожалуйста, как это будет проходить масштабно? Может быть, что-то особенное в этом году приготовили? У нас ежегодно что-то особенное происходит. 19-го числа состоится праздник урожая, который как раз проводит в рамках Дни культуры крымских караимов. Ежегодно наша организация, в принципе, отмечает его. В субботу в 11 часов соберутся крымские караимы из разных городов Крыма. Это не только Симферополь, это и Евпатория, Бахчисарай, Феодосия, Ялта. Называется наш праздник на караимском «Орах тую». «Орах» означает «серб». Ну, как раз, по смыслу, я думаю, символично, да, символизирует праздник жатвы, да, время собирать урожай. По традиции у нас в этот день в беседке рядом с киноса, киноса – это храм крымских караимов. Ну, я думаю, жители, многие жители Симферополя знают, видели красивое здание на улице караимской. Да, на улице караимской. А, караимская, точно. Да, караимская, 6. Благодаря федеральной целевой программе уже отреставрирован фасад здания, то есть все видят красоту нашего храма. И вот в непосредственной близости рядом с храмом беседка украшается плодами, фруктами. Читается молитва. Газан, наш караимский священник, читает молитву, тем самым освящая урожай. И далее дети срывают этот урожай. Таким образом, мы благодарим природу за щедрость. Надеемся, что следующий год будет также урожайным. Ну, кроме того, это очень хороший повод собраться всем вместе, всем нашим немногочисленным народам. К сожалению, я думаю, знаете проблему малочисленности крымских караимов. По данным переписи 2014 года, которая проходила в Республике Крым, зарегистрировано всего 535 человек. По нашим данным, наши общественные организации, это немногим более. Но, тем не менее, за что говорят. Наверное, уже все друг друга в лицо знают. Да, конечно. И более того, все друг другу еще родственниками приходится, если так глубоко покопаться. Ну, и поэтому мы ждем с нетерпением субботы и приглашаем желающих познакомиться чуть ближе с культурой крымских караимов в субботу к нам. Это, можно сказать, что-то типа Дня Благодарения, по факту, да? Ну, наверное, я не очень хорошо знаю традицию Дня Благодарения, но, наверное, да. То есть, ну, как бы там, знаете, как некоторые говорят, урожай, то есть все здорово. А может, какие-то необычные традиции, которые, может, вас в детстве еще впечатлили. А у нас, знаете, делают вот так. Крымский праздник у вас, Крымский. Ну, Крымский праздник любимый, наверное, это все-таки Дни Шапшала, Серый Марковича. Это наш духовно-светский глава, лидер крымских караимов. Почему любимым? Потому что традиционно в этот день мы выбираемся на Календжу. Календжу в Календжу, это родовое грязь до Крымских Кремов. Крепость, нарядного с Бахчистраем, тоже все знают. Собирается очень много людей, стараются приехать в Крымский Крым не только с Крыма, но и из других стран. Ну, в общем, такой вот он многочисленный. Люди традиционно хотят выглядеть, да, похожими на своих предков, надевать национальные костюмы. Ну, то есть, очень такой красочный. И много полезного, много интересного узнаем. То есть, мы каждый год готовим информационное наполнение, мы копаем архивы, мы находим какие-то рукописные свидетельства, которые еще не опубликованы, и делимся этим с нашими соплеменниками. Ну, то есть, очень такой интересный и наполненный праздник. В принципе, и на каждый праздник у нас традиция выезжать на Кале и на праздник урожая. Мы всегда тоже старались выезжать, но, к сожалению, с каждым годом все сложнее и сложнее туда добраться. Дороги не в очень хорошем состоянии. Вообще, по заветам предков, у нас принято, что мы обязательно должны детей вывозить на праздники, на Кале. Ну, вот все труднее и труднее. Всегда есть такая возможность. Да, есть такая возможность. Желающие могут добраться уже самостоятельно. Мы всегда говорим, да, вот праздник урожая мы проводим теперь в Симферополе, для того, чтобы он стал традиционным. Мы надеемся, что после того, как здание будет полностью отреставрировано, сейчас только фасадные работы завершены, все это видят, да, в скором времени, мы надеемся, начнутся, наконец-то, внутренние работы и будет открыт религиозно-культурный центр. И праздник урожая станет традиционным и городским мероприятием, а может быть, и на уровне Республики Крым. То есть мы уверены, что тот центр, который будет создан там, он станет таким ярким туристическим объектом для Республики Крым. Я тоже в это искренне верю, потому что оно, как оно, если просто идешь мимо, и он привлекает внимание, и всегда так хочется зайти, посмотреть, а как же там внутри? Вот знаете, вы говорили просто сейчас про сокращение численности народа, и можно так, у меня мысль такая промикнула. Вот, допустим, да, там у вас есть дочка, да, она вышла замуж за сетьми мета, и в итоге вот их ребенок, он будет считаться Крымом? Как передается по маме, по маме, да, национальности? По отцу. Традиционно по отцу передается, и поэтому если у тебя отец Крымский Крым, ты автоматически считаешься, ну, автоматически национальство определяется как Крымский Крым, Крымская Крымка. Но с учетом очень крайней небольшой численности, да, нам принято решение уже давно вообще не считать Крымскими Крымами, ну, и всех, у кого и мама, и папа, у кого даже половинка, четвертинка крови, потому что, ну, в таких условиях сохранить историко-культурное наследие своего народа, сам народ, очень тяжело. Поэтому мы рады всем, кто считает себя Крымским Крымом, и кто готов нести, возрождать культуру Крымского Крыма. Спасибо вам большое, но мы вас так просто не отпустим. Предлагаем пройти вместе с нами сфотографироваться, чтобы и фотокарточку, напомню, сделать в нашей вот такой вот инсталляции, посвященной как раз-таки переходу на цифровое вещание, которое было вчера. И вот теперь действительно во всех смыслах мы находимся в телевизоре и говорим слово «сыр». «Сыр». Михаила и Айша и Альбину называют солнечными людьми. У них диагностирован синдром Дауна. Но патология не стала преградой. Они разрушают стереотипы. Глядя на танец в исполнении пары, невозможно поверить, что эти ребята не такие, как все. Мы смешали только на дуэте. Он мой друг, изящный и красавчик. Это все, что я могу сказать. Четыре года они занимаются танцами. Два из них в дуэте. На тренировки приходят без опоздания несколько раз в неделю. Их усердие не перестает радовать тренера. Поначалу, конечно, было тяжело. Но когда я уже привыкла с ними работать, то есть они настолько светлые, настолько жизнерадостные, что вот от них самих такой вот свет, вот не зря мы их так лучиками называем, то есть от них такое заряжаешься настроением. Два года назад танцоры впервые отправили электронные заявки на участие в танцевальном конкурсе для особенных людей. Им отказали. Но ребята не отчаялись и продолжили тренировки. Они верили, что однажды удача обязательно им улыбнется. Ежегодно в России проходит всемирный паромузыкальный фестиваль. В 2019 году впервые за 11 лет наши крымские ребята 23-летний Михаил и 21-летняя Айша Альбина примут участие в проекте. Они преодолели жесткую конкуренцию среди тысяч других талантливых пар, показали высокое мастерство и поедут представлять крымский полуостров в один из регионов России. Не меньше ребят радуется успехам и тренер. Вложенное усилие и терпение окупило счастье в глазах Михаила и Айши Альбины. Миша и Айши, мне по секрету сказали, они будут танцевать в сопровождении настоящего огромного живого оркестра. И вот они сейчас к этому готовятся трепетно. То есть не под фонограмму, не что-то там, а вот именно под живой огромный оркестр. То есть там высокого уровня фестиваля. Мы безумно счастливы. Для ребят это новый уровень. Они могут представить нашу республику на таком мероприятии. Молодые люди знают, в танце настрой решают все. Для них очень важна поддержка и теплые слова. Очень-очень хорошее впечатление. Там нравится. Такой житейный, ну как объяснить, такой очень красивый танец. Замечательный очень. И они как тянутся друг к другу. Молодцы такие. На них даже радостно смотреть, как это все у них. Совсем скоро Михаил и Айша Альмина вместе со своей командой поедут в Кострому на финальный этап соревнований. В их победе уверены все, а вот сами ребята точно знают, что главное не первое место, а радость человеческого общения. Ирина Борилюк, Максим Турчев. Утро нового дня. Что у тебя появляется при ассоциации «Ловец слов»? Ну, кроме страшного фильма. Ну, знаешь, я, ну, прямая ассоциация, я думаю, наверное, связана с тем, чтобы тебе спалось сладко, добро и чтобы, допустим... А если он будет размером с пятиэтажный дом? Что ты будешь чувствовать при этом? Будет тебе спаться сладко? Мне кажется, это какой-то страх у меня даже появляется, потому что я не представляю, ну, знаешь, я думаю, чем меньше ловец снов, тем меньше сон. Чем больше ловец снов, тем больше спать. А с таким ловцом снов можно и год поспать. Ну, а все, потому что шаманка Бибигуль Мамаева, потомственная, кстати, готовит специальный такой сюрприз на всю Россию. Она делает это в Тверской области, в одном из парков. В общем, плетет вот такой вот огромный ловец снов, размером с пятиэтажный дом, чтобы вы понимали, его длина, его окружности около 40 метров, 37 метров. Что говорить о том, что размер вместе с декоративными элементами составляет больше 12 метров. Ну, амулет представляет собой обруч. Все мы знаем, что такое ловец снов. Это обруч, в котором протянуты различные нити, украшения, элементы, декор. Ну, и дело в том, что она уже было сплела один из рекордных амулетов. И сейчас дело в том, что как раз-таки мы сейчас на видео видим, как раз-таки это один из тверских парков, в котором работает шаманка потомственная. И в 2016 году она уже создала самый большой в мире амулет в Карелии, в поселке Калевала. Ее задача привлечь внимание к глобальной проблеме загрязнения окружающей среды. То есть, таким образом она стала борцом за экологию. Слушай, я только сейчас сидел и думал, 20 метров, точнее 40, это как, ну, допустим, человек 2 метра. И это 20 человек легли таким кругом большим. То есть, это действительно огромный круг. Но по поводу того, что это связано с борьбой за экологию и называется ловец снов. Это, наверное, знаешь, какой-то ловец снов для тех, кто до сих пор мусорит. Допустим, ты пошел, кинул бумажку и пришла к тебе бибигуль и сказала, больше так не делай. Ну, интересно даже то, как она называет свои амулеты. Дело в том, что самый большой талисман она назвала «Единство народов мира», самый маленький сердце планеты. То есть, это такие чувственные названия, чтобы она привлекает не только визуально, да, вот этими масштабными работами, которые создают своими руками внимание к ним, но и даже названием. Дело в том, что вот этот амулет, который длиной почти 40 метров, 37, если быть точной, он даже претендует на то, чтобы войти в книгу рекордов Гиннеса. Это будет настоящий рекорд, мировой рекорд. Знаешь, я даже так и задумался немножечко, чем больше таких рекордов, тем, конечно же, лучше. Но, наверное, этот ловец снов, я всегда, когда их видел, они висят. Интересно, как его подвесить, не подвесить? Мне кажется, если она его подвесит, то точно только за пятиэтажный дом, потому что иначе его разместить просто не удастся никоим образом. Но это еще что? Главное, чтобы когда ты сделал дело и гулял смело перед этим, что нужно сделать? Ага, руки моешь ты когда? Ладно. Когда сделал дело, гуляй смело. Гуляй смело. Но перед этим, если ты пошел есть, допустим, ты будешь мыть руки, а ведь всемирный день мытья рук сегодня, Дима. А, слушай, я тебя поздравляю. Кстати, готов добавить, что этот день начали отмечать уже после 2008 года, потому что в этот день 12 миллионов детей помыли одновременно руки. Вот это связано с тем, что решили привлекать внимание к этому необычному дню, потому что много болезней начало распространяться, особенно, допустим, сейчас актуально ОРВИ, грипп и так далее. Не хотите кашлять? Лучше помойте руки, потому что в общественном транспорте следов, так сказать, вирусов довольно немало. Ну, в принципе, все мы знаем, что самая грязная часть тела у нас это всегда руки, потому что в нем огромное количество бактерий на них находится. Но и тем не менее, об этом мы прочитали в интернете. А в интернете вы можете узнать много чего интересного, например, увидеть те видеоматериалы, которые мы собрали специально для вас. Прирожденный актер. Чтобы обратить внимание людей на экологическую проблему, киевлянин сменил пиджак на целлофановый костюм. Использованные пакеты, бутылки и грязные салфетки. Каждый раз, когда кто-то выбрасывал отходы, за ним убедительно гнался актер. Ох уж эти эко-нарушители. Эксперименты бывают разные. Некоторые даже помогают справиться со стрессом. Лечь на пол и вести себя, как крокодилы. Вот что придумали школьники. Фантазии у этих ребят явно не занимать. А главное, работает. Еще и одноклассники в восторге. Что только не встретишь в океане. Биологи называют эту кувшинку по-разному. Тигровая или нимфея. Плавные и динамичные движения водного обитателя вызывают восхищение. Впечатляет и цвет подводных листьев, который меняется в зависимости от освещения. Тот неловкий момент, когда ты во время отдыха с друзьями решил всех удивить. Например, подняться на бамбуковый потолок. Но в этот раз что-то пошло не так. Герой этого ролика рухнул на пол. Минута недоумения, и он продолжил выселиться, как ни в чем не бывало. Креативные нововведения. Люстры, похожие на плавающих медуз. Современный дизайн удивляет не только нестандартными решениями, но и сочетанием высоких технологий и органической эстетики. Вот на что смотреть можно бесконечно. Получить порцию праздничного настроения можно в любой момент. Было бы желание. Чтобы не скучать, сгодится маркер, вода и несколько взмахов кистью. Дальше остается лишь наблюдать, как оживает нарисованный силуэт с помощью фантазии и маленькой хитрости. Наша замечательная компания вновь расширилась. К нам присоединилась Дарина Синичкина, ведущая шоу-конкурс «Таланты». «Талант – ты». Правильно? Да. Как вчера в Ялте кастинг-то прошел? Вчера был очень сложный у нас съемочный день. Насыщенный. Мы практически 11 часов находились на съемочной площадке, работали, отсняли два дня кастингов. Прослушали порядка 36 детей. Это очень большой пласт работы. Но получили массу впечатлений. Знаете, мне кажется, самое сложное вообще в работе с детьми, по личному опыту, как мне кажется, да, они могут здорово показать что-то, номер и так далее. Нет сомнений, что у них много талантов. Но здесь же важно раскрыть какую-то их личность. Они очень смущаются, там постоянно такие, ну вот я показал, вот как вам удается все же, чтобы они раскрылись? Безусловно, это очень важный момент, поскольку детей на самом деле очень много одаренных у нас в Крыму, и мы этому очень рады. И в каждом заложен этот творческий потенциал. Вот его нужно раскрыть. Дети волновались, дети очень переживали. Больше переживали, конечно, их родители, которые присутствовали с ними, группу поддержки. Но благодаря нашему компетентному жюри, которые вот смогли найти подход к каждому из детей, я общалась с детьми за кулисами. Моя работа, мое предназначение, скажем так, в этом проекте быть соведущей Вильдану Милышеву и работать с ними уже за кулисами. Мне кажется, это вот одна из таких самых непростых и ответственных. Душевно подойти к этому, каждому ребенку найти подход. Работа – это же действительно… Поддержать. Как вам удается их разболтать, если не секрет? С детьми проще работать в какой-то степени, чем, допустим, взрослыми. Потому что они еще такие чистые, искренние. Они высказывают, они могут заплакать, засмеяться и сказать то, что они думают. В это время нужно следить за тем, чтобы родители не сильно эмоционировали в то время, чтобы ребенка не испугали. Родители имеют доступ к площадке, как раз-таки они находятся за кулисами? Конечно, конечно. Они сопровождают ребенка, они присутствуют со мной за кулисами на нашей локации. Мы провожаем ребенка на сцену и остаемся с родителями болеть, держать кулачки. Вот только представим, 36 человек – это больше, чем класс. Большой причем, да? И каждый поет, да? Или что-то делает. Здесь представлены разные направления, разные жанры. Хореография, оригинальный жанр, эквилибристика и вокал. Что вчера впечатлило больше всего вас? Вот чем прониклись? Мне понравилось, и я безумно рада тому, что у нас вообще в принципе появился такой проект, стартовал в Крыму талант-шоу, который объединил талантливых детей полуострова, и что есть такая прекрасная возможность заявить о себе, показать себя с самой лучшей стороны. Ну, знаете, дети же наверняка вам рассказывают какие-то личные истории, что их привело, почему они хотят выступить. Может, одна из таких историй задела лично вас? Разного формата были истории. Ну, все не хотелось бы, может быть, сейчас так раскрывать. Карты, карты, стыка, стыка, стыка. Да, секрет, потому что у нас, да, истории ребята рассказывали, ну, скажем так, разного направления. Они были, но в целом все, скажем так, в спокойном режиме. То есть мы... А каких все же талантов у нас больше? Я понимаю, что 30 человек, но там, допустим, может, 20 танцоров вообще пришло. Ну, знаете, как-то вот разно... Вчера, когда на съемках передачи, в принципе, достаточно равнозначно. Вокал, хореография, оригинальный жанр. Очень много вот танцевальных детей. Такие они прям маленькие, пятилетние, семилетние. Прекрасные малыши. Когда мы слышим, допустим, вокал, там танцы нам понятны. А оригинальный жанр что ребята нам демонстрировали? Это цирковые номера. Для нас это прям вот было таким открытием, потому что даже не совсем было понятно. Это хобби, это... Профессиональное, да? Да, что это, это вид искусства или это... Вот, ну, ребенок показывал... Показывал, да, да. То есть обозначено было как вид циркового искусства. Ну, и понятно где-то дело, что дети волновались. А вот какие эмоции вы испытывали? Потому что я уверена, что, как и для ведущей, вы чувствовали вот какой-то там особый трепет в душе, да? Конечно, конечно, да. С каждым ребенком, каждому ребенку подход. За каждого ребенка волнуешься, переживаешь вместе с родителями. И... Ну, вот, вы знаете, прям оставляет это такое неизгладимое впечатление. Ну, и вопрос, как школьная учительница. Как все-таки так сделать, чтобы не было любимчиков, или чтобы, если они есть, этого не было видно? Ну, на проекте все же нужно подходить, скажем так... Стараемся подходить одинаково, с одинаковой позиции ко всем детям. Наверное, таким образом мы можем вот сохранить этот баланс. Вот, но все же отмечаем для себя каких-то вот наиболее талантливых ребят. И далее уже жюри, кто наберет свою команду этих детей, будут уже раскрывать их потенциал. Ну, я так полагаю и понимаю, что вы как психолог прямо были. То есть на вашей еще ответственности было и момент утешения как-то ребят. Как поддерживали, как поддерживали? Были слезы, были слезы радости, были слезы грусти. Но результаты еще будут оглашаться, поэтому сейчас происходит еще там внутреннее голосование. А они еще на тот момент не понимали, прошли ли они, не прошли, допустим, после того... Нет, нет. А почему у них были слезы? Потому что можно расстраиваться, что где-то не получился какой-то элемент напряжения. Конечно, эмоционально, вы знаете, очень... К концу уже съемочного дня, в завершении. То есть детки были достаточно уставшие. Вот. И вот в таком вот виде это выражалось. Кто-то улыбался широко, кто-то грустил. Мы с нетерпением будем ждать шоу «Таланты», когда нам выйдет. И спасибо, что вы пришли к нам в гости. Конечно же, будем ждать вас смотреть и на нашем телеканале, и в соцсетях. А сейчас предлагаем вам запечатлеть этот момент и вместе с фоткаться. Мы тоже здесь решили развернуть определенного рода декорации, а точнее, инсталляции. А это технические моменты. Сейчас нужно. Ну, а тем временем предлагаю все-таки приобщиться к телевизору и громко сказать слово «Таланты». Да? «Таланты». Давайте. Еще раз. В заказ ГРЭС выезжаю. У меня на дорогу и 7 минут. Работа в такси сложна даже для мужчин с большим водительским стажем. Перевозка пассажиров в любую погоду. Да еще и колесо спустит по дороге. Но Татьяна с этими трудностями справляется легко и играючи. Татьяна Трибратова раньше была частным предпринимателем. После того, как дело прогорело, вспомнила свое хобби – сидеть за рулем автомобиля. Мать троих детей по образованию финансист уже как три месяца, а работает в такси. Это самые лучшие времена в моей жизни. Почему? Потому что вообще постоянно… Я вообще люблю водить машину. Ну, а водить, за рулем ездить. Плюс ко всему город очень наш люблю. Симферополь вообще прекрасный город. Я его очень люблю до глубины души. Каждый пассажир – отдельная история. И с большинством из них связаны лишь хорошие воспоминания. Одни поднимают настроение анекдотами, другие делятся семейными невзгодами. Плохих людей я еще не встречала, если честно. У нас, мне кажется, в Симферополе все хорошие люди. Нередко пассажиры сами не знают точного адреса. Кто-то спешит на важную встречу. Бывает, что опаздывают на самолет. В таких ситуациях важно быстро сориентироваться и не слушать советчиков. Даже если это мнение опытного водителя. Мужчины вообще реагируют с осторожностью. Они садятся рядом и начинают командовать, где останавливаться, куда не ехать, куда ехать. Чаще всего сами попадают в такую ситуацию, что понимают, что они не правы. И если противоположный пол к женщине-таксисту относится предвзято, то на дорогах взаимопонимания куда больше. Как вам относятся мужчины-водители, когда видят, что такая прекрасная дама за рулем? Ну, чаще всего хорошо. Очень уважительно. Ну, просто благодарят, когда пропускаешь. Также уступают тебе дорогу. Ну, как только сначала сзади сигналят, там что-то. Ну, так. А потом начинают видеть, что женщина, ну, как бы немножечко лояльна. Новое призвание научило понимать темпо-ритмы города. Например, Татьяна знает, где и во сколько сейчас пробка и как построить маршрут, чтобы не потерять время в ожидании. Теперь я знаю, когда наш город красивый просыпается, когда засыпает, когда он ведет такой рабочий ритм, когда он отдыхает, наш город, наши люди. Для Татьяны машина – верная подруга. Она знает все ее слабости и уязвимые места. Если что-то не так, женщина пытается с ней договориться. Я с ней разговариваю, потому что бывают моменты, когда действительно с ней надо поговорить. А что вы ей говорите? Я ей говорю, что она лучшая, она справится, у нее все получится. И вот таким вот способом вы на нее воздействуете, и все получается? Да, и все у нее получается. В Симферополе Татьяна знает всего шесть женщин, которые выбрали себе работу таксиста. С коллегами она поддерживает тесное общение, делится опытом и всегда готова прийти на помощь. Многие, кто видит представительниц прекрасного пола за рулем, скажут – не женское это дело. Однако они также справляются с этой профессией, вкладывая в поездку женское тепло и уют. Ольга Литвиненко, Руслан Хохлов. Ну и самое время связаться уже с нашими коллегами из редакции новостей. Доброе утро. Доброе. Доброе утро, Саша Дима. Анечка, скажи, пожалуйста, чем сегодня нас порадуют новости? Да, конечно, и сегодня мы расскажем, как республика живет без аналогового телевидения. Покажем, как решается одна из наболевших тем крымчан – уборка мусора. Наши корреспонденты уже выехали в Судак, Саки и Красногвардейский район. Сегодня также будем говорить об установке лифтов и рекламе в неположенных местах столицы. Не переключайтесь и оставайтесь с нами, чтобы оставаться в курсе всех главных событий полуострова. Ну, Крым-24 – это канал, который вообще мы никогда не переключаем, потому что очень его любим и смотрим. Спасибо, Анечка. Хорошего тебе дня и хорошего эфира. Вам тоже спасибо. Ты заметила? Просто вот именно канделахи будущее. Так по полочкам талант. Безусловно, талантов у нас на канале, как оказывается, и в принципе в Крыму, в республике. Очень многое приятно, что именно такие темы мы затрагиваем сейчас чаще всего. Очень легко расти и развиваться, когда как горшочек посажен в хороших, комфортных условиях. За это нам спасибо большое, что появились, за такую комфортную, удобную мебель. Но самое главное, когда есть возможность расти, развиваться, есть куда расти. Есть учителя, которые помогают в этом деле, направляют и задают тон, бодрость, атмосферу и настроение. И мы надеемся, что и нам удалось задать вам хорошее настроение на этот день. К сожалению, нам уже с Димой пора с вами прощаться, потому что время приближается к 9 часам. Солнышко уже пробудилось, пора запускать свой человеческий фотосинтез, если так можно сказать. Ну и самое главное, чтобы этот день был классным, продуктивным, насыщенным. А мы обязательно вернемся к вам. С вами был Дмитрий Попов. И Александр Акарнович. До завтра. Пока. Пока.